Коси волну, волну, волнушку, волнушку. У памятного мемориала, почетный караул, первые лица области и города. Это место пропитано историей. Здесь захоронены 29 казаков-первопроходцев, основавших Благовещенск. Передовой разведывательный отряд первым прибыл на берега Амура, сплавившись по реке, чтобы освоить незнакомый и далекий край. Но первопроходцы не смогли пережить суровую амурскую зиму. Из-за холода, голода и болезней погибли. Казаков похоронили на сопке, где впоследствии был поставлен православный крест. Произошло это 167 лет назад. В день основания Благовещенска память погибших забайкальских казаков почтили минутой молчания. Шагам! В 2011 году по предложению казаков монумент был реконструирован, а территория захоронения благоустроена. Тремя годами позже по соседству открыли памятник, посвященный казакам первопроходства. Скульптурная группа офицера и стоящих рядом двух рядовых казаков. Автором проекта стал Николай Неведомский. Каждому, кто приходит сюда, открывается невероятная красота могучего Амура. Много сделано за это время. Делается сегодня много. Видим, что город хорошо развивается, хорошие темпы, много делается действительно. Но все это началось с этого места. Многие годы назад с подвига казаков первопроходцев, с подвига трудового подвига многих поколений, наших предшественников, всех, кто этот город любил, развивал. Сегодня мы отмечаем день рождения и говорим спасибо всем этим людям, спасибо основателям, спасибо продолжателям этого дела. Постараемся не уронить эту высокую планку, которая была задана многие годы назад. В 1858 году в станицу Уздейскую прибыл генерал-губернатор Николай Муравьев. Его сопровождал архиепископ Камчатский, Курильский и Олиутский. Иннокентий Вениаминов. Он закладывает здесь храм Благовещения, что в последующем дало повод для переименования станицы в Благовещенскую, а в день рождения города провести церемонию торжественного возложения цветов. Это первый город на Дальнем Востоке, это культурная столица Дальнего Востока. Я это искренне так считаю. У нас очень много есть культурных объектов, которыми мы можем показать, которыми мы можем гордиться. Я считаю, что все это в совокупности, ну и, конечно, жители. Самая главная ценность любого города – это жители. И я думаю, что наши жители так же важны для страны, как и страна важна для наших жителей. Идея установить общий памятник двум выдающимся людям, положившим начало развитию Преамурья, появилась у известного в области краеведа Анатолия Телюка. Произошло это в перестроечный 1990 год. Открыть его удалось лишь в октябре 2009. Событие состоялось в год 200-летия со дня рождения Муравьева Амурского и 130-летия святителя Иннокентия. На 50-ти тонном постаменте фигуры святителя Иннокентия с поднятой рукой, как бы для благословения. Рядом Николай Муравьев Амурский со свитком в руке. Вечная память основателям нашего города. Слава и честь всем тем, кто потрудился и сегодня еще трудится на то, чтобы наш солнечный город был процветающим, любимым, интересным, чтобы в нем можно было жить безобидно и интересно. 16 мая по старому календарю и 28 по новому в китайском городе Айгунь состоялось подписание легендарного Айгуньского договора, согласно которому весь левый берег Амура был признан российскими владениями. Торжественные мероприятия в честь дня рождения города Благой Вести будут длиться два дня – 2 и 3 июня. Для гостей и жителей организованы фестивали, спортивные мероприятия, литературно-музыкальные площадки, историческая квиз-игра. Ольга Сысой, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение.